Музыка Поеет зорька молодая над выстройней вой, Светит, поет, неуполкая, весенний плевать. Жал в боях наш светлый город, в огне река, Здесь каждый камень сердцу лорад, в огневой верниках. Зали до заботы, по грядец, покрасит ростую небу. Я счастлив, что я, Ленинградец, за угороди страна и бур. Я счастлив, что я, Ленинградец, за угороди страна и бур. С вами счастливы, что живем в нашем славе городе. 18 января 1943 года. День прорыва блокады, начало празднования дней Ленинградской победы. Сегодня мы открываем вторую половину 22-го сезона. То есть первый наш концертный спектакль «Воспоминания» в 2016 году. Сегодня театр родом из блокады чествует героев Ленинградцев. Сегодня все они здесь с нами. И бавшие, и живые. Сегодня в доме актера имени Станиславского, у которого, кстати, говорю, Станиславского вчера был день рождения. И вот сегодня мы приветствуем здесь членов нашего коллектива, повторюсь, и ушедших, которые вечно теперь с нами на сцене. Вы теперь никогда помните. Зинаю Савкову, Алексею Гребенщикову, Виктора Демидова, Анатолия Молчанова, Валентину Томилину, Галину Цепенченко, Ольгу Нестерову, Тамару Лапину, Михаилу Лазареву. Незаметно год прошел. Всеволодового Гребова и многих-многих других. На каждом выступлении теперь я буду называть их и еще многие славные, достойные имена. И тех, кто сегодня появится на сцене, на этой сцене, которые будут продолжать, которые будут продолжать искушение о расслаблении, в подвигах ленинграда и ленинградцев во время ожесточенной, девицотневной, фашистской осады города героев Натольевной войны. Тех, от мала до века. Сегодня у нас мы начинаем с премьеры. Первое выступление на нашей сцене вокального ансамбля «Добрый мир». Они посвящают свои песни музыкантам и поэтам, композиторам, гордости русского и советского искусства, Канинникам, Лунаевскам и Лисаковскам, Фрубцову, Бабачаянам и 95-ми летам. Калмановск, нашему земляку-блокатнику Владиславу Черковшенко до дня отметившего 80-летие, не забывая вам нашим офицам, Калиньи Семенченко, урки есть его. На сцене вокальный ансамбль «Добрый мир». Прошу любить и здоровья. Давайте, давайте, аплодисменты. Я хочу, чтобы вы проводите это известный наш с вами и не только дыкерский композитор Тимур Коган. Я не буду долго вам о нем говорить, скажу только, что в следующий раз, когда будут тиши ролевые, вспомните, что у вас сегодня, 18 числа, был автор музыки к этому фейму и не только к этому. Итак, «Добрый мир». Ансамбль приготовил вам сюрприз. Хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ ТИНИ Субтитры подогнали Симон. 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 Мальчик поворачивается и говорит, мама, проснись, мама, мама, ну что ж ты так крепко спишь? Потом она прощается к нам и говорит, а бабушка Елена тоже спят. Потом у него такой вздох взрослый, и он говорит, что хочет есть, а карточки давно не отоваривались и, наверное, пропадут. У него еще хватает сил, чтобы сказать, что ему уже пятый годик, а Еленочке только четвертый. Мы проходим во вторую комнату, там лежит маленькая девочка. Она уже не может говорить, и только шевелит губками и вводит глазками. По шевелению губ я понимаю, что она просит есть и пить. Мы обещаем детям отвезти их в детский сад. Там тепло, есть суп и горячий чай. А потом мы обещаем, что приедет за мамой и бабушкой. Мальчик говорит, что доверяет нам. Мы не съедим его хлеб, потому что мы же военные. Мы несем детей по набережной Невы. А дистрофии у нас то и дело подкашиваются ноги. Нести очень тяжело. Мы то и дело останавливаемся. А когда доходим до решетки Александровского сада, понимаем, что дальше идти не можем. И вдруг Володя увидел садки, на которых лежала завернутая водеяна тела мертвого человека. Гарри, да простить нас, помнишь? Надо спасать живых. Неожиданно подъехала машина, окруженная мертвыми телами. Нам помогли пересадить детей в садки, и мы их отвезли в приемник. Там нас встретила симпатичная молодая женщина. Мы ей помогли раздеться, помыть, накормить детей. И поначалу они не могли есть, а потом, когда все съели, сказали «Еще». И это «Еще» было первым словом, сказанным Леночкой. Мы были очень довольны, что спасли детей. Потом многих детей, оставшихся без родителей, переправили на большую землю. Но что они помнили о своих родных, о своем городе? Мне часто снится этот город. И, видимо, ни раз, ни два доказывать я буду в спорах, что он красивее, чем Москва. В краях стюны, в сибирских, дальних мне видится родимый дом. И то, что фахилы расстраивали, а в прочем нет. Я о другом. О малом городке, на Волге. Пол в кольце пришил и корм. В тот очень странный, очень долгий сорок второй военный год. В пленянной шатрами крыши, в стадах, придущие в пыль. Сюда блокадных ребятишек из Ленинграда привезли. В детдом с утра неси подарки. Вздыхали, ждали новостей. Заблаканные санитарки рассказывали про детей. Ведь больше года голодали. Им дали мясо, масло дали. Они же, шатаясь как в беду, за завтраком не доедали. В обед опять не доедали. На завтрак прятали. Они не оставляли кроши. Тихие, глазастые, худые. Они рассматривали кошек лишь как запас живой еды. И говорили очень мало. И молча плакали в тишину. Но кто-то детям дал бумагу и заточил карандаши. И вот на четвертинках мятых Стал робко возникать на свет Неточный, памятный, крылатый, неповторимый силуэт. Бессмертный шпиль адмиралтейства. Его такую простоту чертила Раненое детство. Мусолев грибили во рту. Он был залогом их спасенья. Он был оплотом их мечты. Сверкающий, как луч весенний. Прямой и острый точно штык. Да, вон мне снится этот город. И, видимо, не раз, не два Доказывать я буду в спорах, что он красивей, чем Москва. Но вновь и вновь при трудном шаге Я вспомню эту птичь палат. Детей и на клочке бумаги рисунок Точно текст присяги Тебе на верность Венинград АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пожалуйста, в день поставьте. Дорогие друзья, на сцену приглашается артистка нашего театра и ребенка Алла Шванова. Прошу вас, Алла Шванова. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда я без моей аннотации вы все сразу поймете, как только прозвучат первые ноты. Когда вы взглянете на грудь Алла Михайловна и увидите нашу Женковскую медаль, вы поймете, что есть женщины не только в русских селениях, но и в театре родом бесплатно. Алла Шванова. АПЛОДИСМЕНТЫ Умерное небо над крепостью Бреста… Умерное небо над крепостью Бреста… Простите меня, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ В тесной квартире знакомые лица, Вальс политрук приглашает невесту, Новенький кубик блестит на петлице, Ах, над землёй, над землёй красотного луния, Двадцать просветов осталось счастливых, Вот сорок первый начало июня, Все ещё живы, все ещё живы, все ещё живы, Все, все, все. Смотрит на мельский софишку тёпцев, В кинотеатрах ведёт волководы, Снова граждан провожает матросов, Будет учебный поход, их они долгие. Ах, над землёй, над землёй вели ночь раздумы, Двадцать просветов осталось счастливых, Но всё за чайки над Винским заливилом, Возрак первый начало июня, Все ещё живы, все ещё живы, все, все, все. Либо фасада в большом театре, Мчатся на отдых трясуя трамвай, В классах десятных экзаменах завтра Вечная конь у Кремля не плавает. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok И тебя за то, что не дало мне закурить все вместе. Давай закурим, товарищ мой. Дорогие друзья, хотелось бы вам напомнить, что в январе наш весь мир празднует дни рождения таких выдающихся личностей, как Мольер, Грибоедов, Чехов, Алексей Толстой, Салтыков-Щедрин, сказочник Башов. 125 лет до меня исполнилось по всему Мандельштабу. Я уже говорил про одного из самых неожиданных и любимых в наших дни поэтов Николая Рубцова. Ему было бы 80 лет, но он преступно мало прожил. Вы понимаете, когда наступает близко уже День поэта-певца, музыканта, артиста Владимира Высоцкого, то души загорается в освою. День поэта-певца, День музыканта, артиста Владимира Высоцкого. А у нас на сцене русский поэт Евгений Раевский. Здравствуйте, дорогие друзья. Почему-то сегодня хочется начать не со своего стихотворения, а со стихотворения замечательного петербургского, ленинградского русского поэта, поэта, фронтовика, значит, человека, который поэту написал генеальное произведение, песня «Воронь и корень». Это Михаил Александрович Дудин. Творение называется «Снегири». Это память опять от зари до зари, Беспокойно листая страницы, Им не снятся всю ночь на снегу снегири, В белом инии красные птицы. Белый полдень стоит над Вороньей горой, Где оглохла зима от обстрела, Где на рваную землю на снег голубой Снегириная стая слетела. От переднего края раскаты гремят, Похоронки доходят до тыла. Под Вороньей горой погибших солдат Снегириная стая окрыл. Мне все снятся, Военные поры пустыри, Где судьба нашей юности спета. И летят снегири, и летят снегири Через паек майор до рассвета. Получилось так, что эти волшебные птицы, Они меня однажды вдохновили, Буквально перед 70-летием победы, Написал тоже стихи про снегири. Парк на Охте, в день морозный, В красках зимних лик зари, Пылка нежно, грациозно на деревьях снегири. А вы цвет, цвет абрикоса, Страсти божьи сорванцы, Пламенеют светоносы, Как прекрасны удальцы. Восхититель цвет, Свет ангел, Зимний день загадкой красен, Вихрь метельный, Бритмах танка снегиреет. Парк прекрасен, Мандариновые тропы, Блески сказочные блики, В тайне свет направил стопы, Зимний день хмельной и дикий. Снегири над снегом светят, Светок ясеней и кленок, Птицам радуются дети, Птицы радуют влюбленных. Полню светом снегириным, Ухожу, как птиц, и плачу, Строг, живые январины. Всем дарю я на удачу. Ну и заключить Воздайте старости За немощную гордость, За слезы дум, За смелость бытия, Они нам мудрость дарят, Не тая, И наша совесть пробует отвердость. Мы захлебнулись в нищенстве души И унижаем старость, Как тираны. Стареет все, Чему наносят раны, Что продает бездушки за гроши. Настанет день, И каждого из наших Обложит хвой. В дугу скорбатит время, Ударит старость В розовое теме, И в седине застынет напоказ. И лишь тогда И почесть возродим, Когда оценим блеск Своих седин. Это сила политического дара, Она всегда вдохновляет Многие дети. Январь Это месяц Великого Монцвета. Некоторые удивляются, Совершенно случайно Так случилось, Что Монцвет родился 27 января В день Ленинградской победы. Конечно, Значительно Позже произошло Это блистательное событие. Однако, Вот Моцарту Будет всего-то Навсего 260 Готков Моцарта. И фантастический Скрябин. Сегодня мы еще с ним Встретимся на этой сцене. Милий Балакимев, Василий Калиников, О котором я говорил, Глиера, Вы сегодня уже слышали, Его музыку еще услышите. И вы знаете, Мне хотелось бы, Что бы вы Сейчас услышали Музыку Композитора, Который Не дожил До своего Тридцатилетия. И в 1942 году Поблакан Погиб На корабле. Последие его Невелико. Но Ему музыка Продолжает Жить. Музыку Блокадного Композитора Бариса Вольца Сейчас Сыграют Для вас Скрипачки, Воспитанники Педагога Савелия Савелия Шаева. Сначала Я приглашаю На эту сцену И не много Звания Играя Она Меня Не обидится В конце Мейстера Барина Михайлова. Прошу вас Анатолий Играя 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 Барис Курц Скрипт Савелия 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 Играет музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 необычные концерты на умнейших площадках. Вот Влад Федоров недавно был учителем где-то в Вьетнаме, совсем не так далеко. Но они с детства на сцене нашего театра. Театр наш для них добрый бой. Вот они снова с нами. Вы не поверите, а также лауреат международных российских конкурсов Влад Федоров не доставал мне до уха, когда пришел к нам в театр. Это было больше 10 лет назад. Сейчас он сыграет для вас музыку человека, юбилей, 175-летний юбилей которого празднует весь музыкальный мир. Это Петр Чайковский. Приглашение к танцу, к танцу, к тревогу. Влад Федоров. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Поэтому вам будет весело. Я только сейчас подумал, а если Алиса хотят играть в четыре руки, а у нас нет второй банкетки, что же мы будем делать? Любой стол достать, хорошо. Но пока, учитывая, что у нас юбилей Александра Скрябина, совершенно неординарного композитора русского, сейчас звучат две небольшие пьесы, которые называются «Очень красиво» «Моя». Две поэмы Скрябина. Играют Алина Федосеева. Хорошо. Играют Алина Федосеев 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 Влад, где вы там? Появляйтесь. Вот, пожалуйста, и Влад. И вы прекрасно знаете, что эта очаровательная пара, она никогда не может без какой-нибудь легкой хохочи. Они обязательно что-нибудь всегда эдакое любят. Но они вдруг ни с того ни с сего взяли бронзов и сыграли его танец, а Влад пытался даже залезть на крышу без танцевания, но не получил. Вот, потому что, сами понимаете, такой большой, если залезть. А сейчас-то они приготовили для вас такой лирический подарок, потому что вы думаете, ну что все время, вот как Элеонора Греголенко читала, опять война, опять блокады, может нам о них забыть. Нет, мы не забудем. Мы не забудем никогда. Но мы-то знаем прекрасно, что наши родители, наши отцы, матери, бабушки, дедушки, они победили. И мы обязательно вместе вот с одной девушкой, которая скоро вспомнит 85 лет, и которая так красиво на меня смотрит из третьего ряда, мы обязательно с ней споем. И ни разу. Кстати, я хочу вас сразу пригласить на ее концерт 24-го, 15-30 в ДК «Железнодорожного». А вот кто это будет, не скажу, специально. Астер – это больше женская, астер – пьяцок. Вот кого они нам приглашают. Мы им все говорят, надо патриотическую, диск, ирику, надо патриотическую. Вот они как раз и решили вам сыграть. Рибер там был. Итак, Алина Федосеева, Гулат Федоров и Пьяцок. Алина Федоров, Гулат Федоров, Гулат Федоров. Алина Федоров, Гулат Федоров. Алина Федоров, Гулат Федоров. Алина 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 Федоров. И в душе, словно гимн летград, Прогрегел ее русский мотив. Слышен яркий салют из далека, Это праздник, а может и раздавал, Кинотерус разливался широко В наших горьких локальных сердцах. Кинотерус разливался широко В наших горьких локальных сердцах. Сегодня еще мы подключаем знаменитую песню, которая стала визитной карточкой нашего театра. Песня «Машлаковская песня», а сейчас тоже песня «Машлаков». Песня «Машлаковская песня», которая очень редко звучит, и мало кто знает, что именно он на стихе Сергей Ильясов написал эту песню. Эта песня называется «Невский туман». И посвящается она сегодня изобретной актрисе, певице, которая прожила на свете всего 26 годов, Но которую до сих пор знает и любит играть. Это Лидия Кремль и песня из ее репертуара. А поет для вас Алена Чирпнова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нет. Увидев, что все готово, я решил не читать вам сипов, потому что они все равно не сравнятся с теми, которые сегодня прочел наш поэт и Евгений Раевский, и Элеонора Григорианца. А раз мы вот готовы сказать вам следующее. В месяц, который подарил миру великую русскую Галинину, нашему землячку, дважды героя социалистического труда, народную артисту Советского Союза, Галину Уланну, на сцену выйдет молодежь. Это образцовый танцевальный коллектив, сами понимаете, юный ленинградец. Это прекрасно, потому что вот вы в самом начале слышали это произведение в исполнении ансамбля Доры Ми. Сейчас многим из вас это же произведение, ленинград мой, милый брат мой, напомнит незабываемый Вадим Кузин. А на сцене, на сцене ленинградский вальс. Дуэт, танцевальный ансамбль юный ленинградец, Мария Златогорская и Павел Адрешенков. Дуэт, танцевальный ансамбль юный ленинградец, Мария Златогорская и Павел Адрешенкова. Дуэт, танцевальный ансамбль юный ленинградец, Мария Златогорская и Павел Адрешенкова. КОНЕЦКИЙ ПЕЛОВА Д 你 не мудра зеркала, и милый брат мой, Родина моя. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Дорогие друзья, обычно перед выступлением этого артиста я говорю много, длинно. Его некоторое время после нашего праздника не будет на нашей сцене, потому что он бывает на небольшие гастроли. На сегодня он приезжал с репетиции, и я очень рад этому. Ну, все его звания, большинство из вас известны. Я не буду говорить, я не буду говорить, Антон, если вы готовы, я прощаюсь к нашему звуковому режиссеру, кстати, давайте ему поаплодируем. И сейчас я скажу коротко, поет Георгий Надинский. Благодарю тебя за песню за песню города и откровенного и тайного. Благодарю тебя за песню. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Пусть я не знаю, пусть Радость найду или грусть, Пусть я не знаю, пусть Радость найду или грусть, Пусть я не подведи, только не отведи нас. Спасибо. 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 Поколение. Есть, что вспомнить и чем гордиться. Есть, что вспомнить и чем гордиться. С праздником. Будьте здоровы, будьте счастливы. Счастливы, все у вас на наших встречах. Театр Робин Киспоказин.